МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Курс развития. Глава Чуваши обратился к Государственному совету и жителям Чуваши с ежегодным посланием. Время помогать. Благотворительный марафон с одноименным названием. состоялся на Учбоксарске. И учить, и лечить в столичных школах реализуется проект Школьная медицина. В Республике продолжают обсуждать послания главы к Государственному совету. Михаил Игнатьев представил программный документ уже в седьмой раз. В нем важны акценты для дальнейшей работы членов правительства, депутатов и общественных деятелей. О ключевых темах послания в сюжете Дмитрия Ковалева. В зале театра оперы и балета ни одного свободного места. На торжественную церемонию оглашения послания пригласили тех, кому предстоит реализовывать поставленные задачи. В приоритете властей отмечает Михаил Игнатьев повышение качества жизни граждан. Наша прямая обязанность укреплять позиции Республики в экономике и науке, в социальной сфере и при этом сохранить свою культуру и самобытность. Я как человек, который многие годы проработал в культуре, конечно, хочу отметить, что в послании главы Республики нашло достойное место развития культуры и искусства нашей Республики. Сегодня важно готовить кадры для будущего нашей отрасли. И в связи с этим Институт культуры и искусств, который плодотворно работает в нашей Республике, он как бы получил сейчас второе дыхание. Культура, отмечает Михаил Игнатьев, продолжит развиваться и на селе. В перспективе в муниципалитетах будет возведено еще 18 современных ДК. Пять из них уже в этом году. В Республике набирает обороты и масштабная программа строительства школ. К 2025 году мы должны полностью обеспечить обучение в одну смену, создать более 16,5 тысячи новых ученицских мест. Очень здорово, что сейчас все смогли убедиться, что очень достойный проект Чувашская Республика сделала, построила. Этот проект попал в федеральный реестр Министерства строительства. Этим проектом школы пользуется уже вся страна. Поэтому сейчас на улице Гладкова в Чебоксарах фактически идеальная школа построена. Возведена школа в Цивильске на тысячи мест. Стимулировать интерес детей к инновациям должен помочь масштабный проект «Наука в школу». В его рамках в учебных заведениях муниципалитетов оборудуют передовые лаборатории. Увеличится количество школ участников, будут включены дополнительные предметы, изучение которых требует специального оборудования, такие как химия и биология. Всего в проекте примут участие 85 общеобразовательных школ. Это каждая пятая школа в Республике. В Республике намерены и дальше решать проблему аварийного жилья. Необходимо переселить жителей еще 190 домов. Здесь было отмечено достижение переселения с аварийного жилья жителей нашей Республики. Конечно, с этой задачей, поставленной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, Республика успешно справилась. Конечно, послание было ориентировано, социально ориентированное послание. И, наверное, каждый должен, житель Республики, это послание почитать, посмотреть. Михаил Игнатьев расставил акценты перед строителями. Проектируя объекты, важно сохранять архитектурный облик городов. Обозначен новый вектор – это общественное пространство, развитие общественных пространств. То, что для нас строителей тоже является важным. Почему? Потому что нынешний покупатель уже ориентирован не столько на квадратный метр, а больше именно на среду обитания. И для нас это очень актуально. Очень приятно, что на это на самом деле на уровне Республики обратили внимание. Отдельный блок послания посвящен вопросам экологии. В этом году в Республике должен завершиться технический этап рекультивации пехтулинской свалки. Продолжится реконструкция очистных сооружений. По 2025 года должны быть выполнены реконструкции и строительство биологических очистных сооружений в Маринском посаде и Ядрине. Строительство локальных очистных сооружений в Ливневых сточных вод Чебоксарах и Новочебоксарске. На личный контроль глава региона пообещал взять строительство Центра ядерной медицины. Он должен заработать уже до конца этого года. В Республике продолжат реализовывать и программу «Земский доктор». Причем ее действие будет распространено и на малые города. Выплаты в размере полумиллиона намерены предоставлять и молодым фельдшерам. Республика и в том числе отрасль динамично развиваются и являются одной из самых конкурентоспособных отраслей в нашей республике, отраслей экономики. И конечно же отрадно, думаю, будет моим коллегам и в том числе мне как руководителю исполнять те поручения, которые касаются прежде всего зарплаты врачей, привлечения молодых специалистов. Еще одна приоритетная задача – поддержка предпринимателей. В правительстве региона продолжат упрощать процедуры ведения бизнеса и снижать административные барьеры. Перед крупными предприятиями республики открываются новые перспективы. Только на заводах электрокластера объемы выпуска могут быть увеличены в три раза. Рост выручки электромеханического кластера в Чувашии должен достигнуть в ближайшие годы 100 миллиардов рублей. Если сравнить с сегодняшним валовым региональным продуктом, это 40% от всего валового регионального продукта в Чувашии. Это огромная цифра. Ориентиром для работы регионального правительства являются и майские указы президента России. Владимир Путин поставил задачу увеличить зарплаты медсестрам и врачам. А уже в мае до прожиточного минимума должен быть доведен на минимальный размер оплаты труда. В приоритетах работы на год – открытие новых заводов, строительство дорог и развитие городской среды. Глава региона отметил, что республика должна стать местом, где хочется жить и работать. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика. Сильная, сплоченная команда. Вместо того, чтобы расти, как обычно в зимнее время, падают день и за дня. Речь о закупочных ценах на молоко. Как можно изменить ситуацию, чем правительство республики готово помочь населению и переработчикам? Об этом в нашем репортаже. В летнее время молоко дешевеет, а в зимнее дорожает. Так было всегда. Но в последнее время ситуация настолько переменилась, что держать корову стало в убыток. Не скрывают своего возмущения жители сел и деревень. Ведь продажа молока с личных подворий для многих сельчан по сей день является единственным финансовым источником. На сегодняшний день у нас занимается сбором молока 13 человек. В основном молоко сдают у нас 5 предприятий. Это одно предприятие, наше Шумушинское, ТПК Молокопродукт. И 4 молокоприемные пункта. Это Батовский район. В районе собирается порядка 11 тонн молока. А вот население молоко в Боржике собирает именно по всем нужным днём 15-16 рублей. Примерно такая цена сложилась и в других районах республики. Для сравнения, в прошлом году в это время молоко с населения собирали по цене 20-22 рубля. Почему происходят такие перепады? Во-первых, ни для кого не секрет, цена зависит от качества молока. На что только не идут сельчане в погоне за количеством. Могут добавить молоко и воду, и сухое молоко, и сливочное масло. Сборщики молока это очень хорошо понимают и стараются проверять качество собранного сырья. Но постоянно делать анализы дорого. Оборудование стоит денег, а специалистов не хватает. Воду добавляют. Там борщики не виноваты. Там я защищаю борщики. Потому что борщики, они встают 4 часа в утро и едут. Фак, снег, хотёж. Но население обновляет. И уже совсем недопустимо, когда сельчане сдают молоко во время лечения коров антибиотиками. Это можно сравнить разве что с ложкой дёгтя, которая портит бочку мёда. Собранное молоко полностью становится непригодным. В этих случаях крупные предприятия просто отказываются брать такое молоко. Если населенческое молоко запустить туда, даже не включаются. Оборудование даже не включается просто. И никакой завод скоро брать не будет. Населению прежде всего надо объяснить. Вы же сейчас привезёте даже вчера с антибиотиками. Вас же обратно отправляют. Получается, приобретать сухое молоко перерабатывающим предприятиям намного выгоднее. Такие поставщики, как Швейцария, Новой Зеландия, Аргентина, Иран, данный продукт с учётом всех налогов поставляют по 120 рублей за килограмм. О каком качестве и пользе молочных продуктов можно говорить в этом случае, конечно, каждый решает сам. Но всё же в большинстве своём люди хотят пить нормальное коровье молоко без всяких добавок. Возьмём, к примеру, молокоматы. На улицах нашего города они появились примерно 5 лет назад. Полезен напиток здесь дешевле, чем в магазинах. Важно и то, что купить его можно в любое время суток. Народ, в очереди зайдите, посмотрите по утрам. Они знают время, место и покупают, всё раскупают. Кучу магазинов, где нет молока. Я ещё раз, дорогое молоко. Мы там продавать не хотим. Зависеть не будете от этих. Продавать сегодня где есть. Обсуждается и вопрос, как сделать эффективнее работу личных подсобных хозяйств. Возможно, их надо объединить некие потребительские кооперативы. Так проще будет решать вопросы. А государство всегда готово помочь предприимчивым предпринимателям. Средства правительство закладывает на это немалые. Так, за проект по переработке молока в сумме 10 миллионов рублей государство возвращает обратно 6 миллионов. А это 60%. Обновить спортивные объекты в республике и построить новые. Чтобы обсудить эти перспективы, в Чувашу с рабочим визитом приехал заместитель руководителя дирекции программы по развитию физической культуры и спорта Минспорта России Сергей Ващук. На встрече с председателем кабинета министров республики Иваном Моториным речь шла о создании в Чебоксарах регионального центра по хоккею при Кадетском корпусе имени Кочетова. Средства на него выделят в том числе и из федерального бюджета. И сейчас у нас с вами большой объект, это ледовый, который будут финансировать федеральный бюджет и бюджет республики, вот ледовый комплекс. Его стоимость на сегодняшний день 260 миллионов по экспортизам. Значит, сейчас мы провели совещание в министерстве, договорились, что на следующей неделе техническое совещание будем проводить у нас в дирекции Москве. Потому что пересмотрим смету. Новый объект должен стать тренировочной базой для воспитанников Республиканской школы Олимпийского резерва номер 4 по хоккею. Лечение без отрыва от обучения. В прошлом году в ряде чебоксарских школ запустили проект «Школьная медицина». О первых результатах в нашем сюжете. Правую ручку доставим, левую ножку, не спешим. Левую ручку, правую ножку. Долгое сидение за партами здоровья школьникам не прибавляет. И уже к середине первого учебного года лечебная физкультура показана практически всем ученикам. Чтобы после урока в дополнительных секции кружков им не приходилось ходить еще и в больницу, лечебная физкультура пришла к ним сама. Это один из ключевых пунктов проекта «Школьная медицина» в 59-й чебоксарской школе. Мы, конечно, тоже стараемся на уроках делать физкультные нотки, лечебную физкультуру проводим в начале дня, следим за осанкой детей. Но все-таки намного лучше, если этим занимаются специалисты-врачи. Мой класс, например, занимаются два раза в неделю, по понедельникам и по пятницам. Мне, как родителю, очень удобно, что после основных уроков не нужно водить ребенка в медицинские учреждения. С детьми проводят различные упражнения на профилактику плоскостопия, на коррекцию нарушения осанки, упражнения различного рода, игры, расслабляющие, тонизирующие мышцы ног, мышцы спины. Кроме того, прямо в школе работают кабинеты стоматолога, охраны зрения и физиолечения, фитобар. Приходят врачи из лечебных учреждений города. Третьекласснице Полине не приходится вставать в 6 утра, чтобы до уроков успеть на процедуру в поликлинику. Все можно сделать в школе. Неделю назад у меня болело горло, и я начала ходить сюда на лечение, и мне помогло это. Мы рассчитываем, что уже к 11 классу состояние здоровья школьников не ухудшится, а может в некоторых ситуациях даже улучшится. Динамика есть в отношении тех детей, которые у нас уже занимаются в определенных группах. Можно отметить так, что и осанка у них улучшается уже, и мышечная масса сохраняется. Помимо 59-й школы, пилотными для запуска проекта стали 17-я, 28-я, 61-я и 1-я школы в Чебоксарах, 17-я школа в Новочебоксарске и Кугейский лицей. Если опыт окажется удачным и востребованным, к проекту подключатся и другие учебные заведения. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика. И сегодня Юрий Исаев указом руководителя региона освобожден от должности министра образования Чувашии. Он назначен заместителем руководителя администрации главы Чувашской республики. Исполнять обязанности министра временно будет Сергей Кудряшов. Требовал деньги за то, что не уволят и продолжат платить зарплату. В этом обвиняют директора центра адаптации для лиц без определенного места жительства. По версии следствия, в Чебоксарах обвиняемый ежемесячно требовал от двух своих подчиненных взятки на общую сумму с их же 120 тысяч рублей из получаемой ими заработной платы за продолжение ее начисления в соответствии с установленной ставкой и за неувольнение их занимаемых должностей. Все были вынуждены выполнять эти незаконные требования, опасаясь негативных для себя последствий. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также наложен арест на находящийся в его собственности автомобиль Volkswagen Polo. В Чебоксарах сносят аварийные дома. В списке еще 135 адресов. Их жильцы уже живут в новых квартирах, которые получили в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Закончить работу планируют к лету этого года. Сейчас спецтехника работает там, где уже никто не живет. Этот дом не дожил до своего 60-летия буквально год. Его и еще пять двухэтажек по улице Фруктовой признали аварийными. Подвели стены, перекрытие или фундамент. На них появились трещины. Межведомственная комиссия в прошлом году включила шесть домов по Фруктовой в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе со зданиями в небытие уйдут и соседние деревянные сараи. Контракт заключили до Нового года. По условиям контракта мы должны закончить до 1 мая. Извести их дома. По факту они все подвали помещения, все стены треснутые. С них жить это небезопасно. Жильцы этих домов праздновали новоселье под Новый год. Восемь семей с Фруктовой 33 переехали в новостройки по улице Ленинского комсомола. Правда, бывают прецеденты, когда обитатели аварийных домов отказываются покидать ставшее опасным для проживания дом. Более 90% населения уже проживавших в этих домах, практически почти под 100% они уже переселены. Остались единицы. Судебные процессы как завершаются, наши подрядчики сразу приступают к сносу. Вердикт жильцов переселить дом снести получили 263 дома Чебоксар. На сегодня почти половина работ выполнена. Остается 135 аварийных домов в разных районах города. На освободившихся территориях власти намереваются обустроить парки, возвести высотки. Часть земель отдадут для многодетных семей. В районе Богданки планируют расширить проезжую часть. Ирина Волкова, Сергей Адушкин. Республика. У марафона время помогать. Нет временных и территориальных границ. Благотворительный проект, целью которого стала помощь детям с ограниченными возможностями, знают во всех уголках страны. Очередные концерты состоялись на днях в республике Мариэл и Чувашии. Второй год подряд его участником становится Данила Плужников, победитель телепроекта «Голос дети». На этот раз местом проведения стал город Новочебоксарск. Я наблюдал за Данилом в программе шоу «Голос дети». И мне очень понравился этот человек, понравилось его звучание. Я на самом деле сам музыкант, и мне стало интересно посмотреть и вдохновиться этим человеком. И в наше время помогать другим очень важно, так как эти люди могут стать тоже большими талантами. На подобного рода встречах всегда удивительная атмосфера. Здесь нет разделения на зрителей и участников. Обязательная часть концерта – отчет организаторов. Кому и чем удалось помочь на собранные средства от предыдущих мероприятий? Куда уйдут средства от этого концерта? Помощь адресная. Так в Вишкороле ребенку с ДЦП на днях фонд подарил дорогостоящую коляску. Сделать счастливым хотя бы одного ребенка – это уже добро. Благотворительный концерт поддержали многие известные коллективы и солисты Чувашии. Любимец публики – баянист-виртуоз Егор Матвеевский зажег зал игрой на музыкальном инструменте. Александр Долинский, участник всероссийского конкурса «Синяя птица», исполнил песню «Небо кричит». «О небо кричит, кричит, загляни в мое учи. Оно не молчит, не молчит, оно кровоточит». О марафоне я узнал через интернет. Мы к ним присоединились недавно совсем. И уже, можно сказать, появились коллектив. Очень классные ребята здесь. Такие концерты нужны прежде всего для того, чтобы дарить радость детям, прежде всего людям, чтобы их жизнь наполнилась творчеством, различными красками. Совместный номер детей с синдромом Дауна с ребятами из эстрадной и театральной студии впечатлил зрителей до глубины души. Номер называется «Дети солнца». Мы решили вместе с этими детьми работать. И также с моей студией, эстрадной студией «Фантом» скоперировались. Также была театральная команда «Куча Мала». Мы буквально за несколько дней создали номер вокально-танцевальную, вокально-хореографическую композицию. Называется «Мы дети солнца». И она символизирует реабилитацию детей в современном обществе. Председатель Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин всегда приходит на эти концерты. Когда я посмотрел на реакцию родителей и, безусловно, на реакцию детей на концерт, на приезд, ну, скажем так, артиста с большой буквы, это не могло остаться незамеченным. Вообще, я скажу так, что делать добро – это нормальное состояние, нормально адекватного человека, хорошо воспитанного. Помощь всегда бескорыстна, считает юный музыкант Данила Плужников. Иначе трудно говорить о милосердии, сострадании. Самому ему достаточно видеть со сцены теплую реакцию зрителей, чтобы понимать – они делают общее дело. На пути моей жизни встречалось много людей, которых я и моя семья не знает, но они с огромным открытым сердцем относились к нам и с удовольствием помогали. Данила Плужников пожелал всем слушать свое сердце, никогда не сдаваться и преодолевать трудности. И обещал приехать в Чувашию снова. Он один, как странник, сочинял свой мир, видел все за гранью, жил, как пели грим. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Тысяча человек в этом году получат стипендию главы республики за особую творческую устремленность. Пять из них – это ученики Большесундирской школы Маргаушского района. Юлия Важенина подробнее. С стипендию будут получать самые активные, целеустремленные и талантливые ребята. Например, Евгения Огнева – специалист по морским узлам. Удавка – простой штык, шлюпочный и рифовый. Она не просто знает, как выглядят морские узлы, но и без труда может их связать. Шесть узлов за 20 секунд – таков норматив. Но Евгения справляется с ним за 17. В принципе, эти узлы связать несложно. Просто нужно технику отточить и все. А так – это очень просто, правда. Я очень быстро научилась это все вязать. Учила остальных, тоже учила. Я живу в деревне, мне иногда приходится что-то там связать. И я такая папе говорю, а, давай я сейчас вяжу. О, молодец! Евгения Огнева стипендию главы получает впервые. Как и ее одноклассник Владимир Волков. Он, кстати, рекордсмен по разборке-сборке автомата. На автомате, на разборке-сборке, мой личный рекорд – 16,9 секунд. Вот. Занимаюсь я этим 4 года. Нравится мне больше всего автомат, стрельба, магазин, разборка-сборка. И вот военные. Все вот это дело. Мечта Владимира – служба по контракту сразу после получения высшего образования. А Арину Кольцову очень интересует история. Девушка уже второй год подряд выезжает на раскопки в составе поискового отряда. Это занимательно, прям интересно, когда вот что-то ищешь и находишь. Вот моя первая находка – это была булавка. Это такая радость была. И все больше и больше хотелось копать и искать. В экспедициях мы поднимали больше 10 бойцов, останки бойцов Красной Армии. В разные годы стипендию главы Чувашии получали 13 тысяч человек. В этом году к ним прибавилось еще одна тысяча талантливых и одаренных. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Расиль Мухаммедов, Республика. Биер Кюн – в переводе с якутского языка «Под одним солнцем». Так называется уникальный проект наших коллег из национальной вещательной компании «Саха». Это межрегиональный конкурс современной песни в стиле этно-поп. В нем участвуют представители 11 национальных регионов, в том числе и Чувашия. Телевизионная версия проекта идет в нашем эфире. Тыва, Якутия, Башкирия, Татарстан, Чувашия. Всего 11 регионов и 11 участников. У каждого 4 номера и 4 шанса покорить жюри и зрителей. Участники очень талантливые, очень сильные. Но я свою республику не подведу. Нашу республику представляет певица Вероника Пенеслу. В связи с тем, что мы тут все подружились, все уже такие стали родными, я за каждого буду болеть. Вместе с жителями Якутии телевизионную версию конкурса смогут увидеть все регионы, которые отправили своих участников. Аудитория проекта составляет 16 миллионов человек. На нашем телеканале выпуски начинаются каждый день по будням ровно в 19.00. Зрители могут не только наблюдать за выступлениями, но и голосовать за понравившихся участников через СМС. По итогам каждой конкурсной недели будут определять победителей, которые выступят в воскресном концерте. Призовой фонд конкурса 1 миллион 600 тысяч рублей. Победителей всех трех конкурсных туров выберут в феврале. Кто им станет, зависит и от вас, уважаемые телезрители. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова